И перед началом игры я хотел бы предоставить слово и позвать себе в помощь Евгения Полевача. Ну вот мы уже совсем приближаемся к началу игры. И у нас уже передают слово комментатору, который будет находиться на стадионе. Евгений Полевач, да, вот вы видите, он появился. Парни готовы к сегодняшней игре, судьи готовы, но я приглашаю команды на свои половины поля. И через буквально пару минут будет проведена жеребьевка и определяться, какая из команд будет пробивать начальный удар, ну а какая из команд будет принимать мяч. Ведущий отправляет команды на свои половины поля. Сейчас мы видим, как капитаны будут определять, кто будет первым начинать игру, кто будет принимать мяч. Ну что, считанные секунды. Я хочу напомнить, что для того, чтобы начать игру, судьи, находящиеся в центре поля, вызовут от каждой команды по 4 капитана, которые выйдут и броском монеты определяют, кто начнет эту игру. Обязанности капитана входит принимать решения по принятию или не принятию нарушений. Очень часто игроки команд думают о том, что если он капитан, то он имеет право на что-то большее. Хотя на самом деле капитанам дается только эта возможность. Для этого специально судьи выписывают номера капитанов, после чего могут к ним обратиться и сказать, есть такое нарушение, вы его принимаете или не принимаете. Напомню, что в американском футболе решение штрафов определяется выбросом флажка, а игра продолжается. И после этого есть возможность есть возможность это нарушение либо отменить, либо принять. Здесь четыре человека, и против них выйдут капитаны команд узгородских лицерубов. Давайте поприветствуем и поддержим капитанов. Я напомню, что по правилам игры американский футбол во время игры имеют право общаться с судьями только тренера и капитаны команд. Вот мы видим, что капитаны выходят в середине поля. Сейчас определится начало игры. Да, все здоровые, взрослые, сильные ребята. Также хочу сказать, что вот из четырех человек, которые стоят с той стороны поля, ну скажем так, от нас в бело-зеленой форме, все они уже играли в 2002 году. Напомню, сейчас уже 2015. С той стороны, которые бандиты, я вижу троих игроков 77, 99 и 52, которые уже достаточно опытные и также играют где-то с 2007-2008 годов. То есть команды, которые сейчас находятся у нас в чемпионате Украины в финале, это опытные, подготовленные ребята, которые прошли уже очень многое, которые знают, что такое поражение, знают, что такое неудача и также знают, что такое победа. Хотел бы напомнить, что киевские бандиты – двукратные чемпионы Украины, которые смогли в позапрошлом году достаточно тяжелой борьбе получить этот титул. А ужгородские лесорубы, которые в 2009 году смогли в достаточно тяжелом, казалось бы, поединке против донецких скифов выиграть золото. Все, последние приготовления. Судьи расходятся по своим позициям, устанавливают мяч, и сейчас у нас будет пробитие. Как обычно, по правилам американского футбола на поле появляется 11 человек. Замены в американском футболе неограничены. Я так понимаю, что трансляцию на что смотрят не только знающие игроки, которые играли или любят американский футбол, знают уже все правила, но я надеюсь, что они пригласили с собой людей, которые впервые смотрят на этот замечательный вид спорта, который действительно красочный и действительно имеет очень большое разнообразие возможностей действий. Мы видим, игроки делают последние разминочные моменты. Игрок, который подошел к мячу и собирается нанести удар ногой, обычно его называют кикер или пантер. Кикер бьет мяч с земли, пантер бьет мяч с руки. В данном случае это у нас кикер команды Ужгородской лесорубы. И началось. И вот с чего все началось. То есть мы видим, что мяч на расстоянии 35-25 ярдов от зачетной зоны перехватывает Ужгородские лесорубы путем того, что игрок не смог просто поймать мяч. Но я также хочу сказать, что вы не сильно возмущались этому игроку. Он не должен был ловить мяч, он должен был идти вперед. А сзади него находились два игрока, которые могли поймать этот мяч и должны были его ловить. Они тренировались, чтобы ловить мячи и дальше бежать с ними вперед. Ну, мы видим, начало. Начало у нас очень агрессивное. Сейчас будет 25 ярдов, практически редзон. Лесорубы начинают. Напомню, что это хорошо бросающая команда. У них очень опытный квотербэк с очень хорошей рукой. Ну и также есть бегущий. Но первое же сразу же действие. Сергей Будилов, 52 номер. Останавливает 45-го номера Павла Мельника. Нет, Мельник, извините, извините, сразу говорю о том, что это моя ошибка и у Паши фамилия, наверное, другая. Ну, хорошо, сейчас у меня будут списки игроков. Я надеюсь, что мне их все-таки дадут. Я смогу более точно объявлять имена. Да, вот хорошо работает все-таки пассовая игра у Ужгерских лесорубов. Также хочу сказать, что у них есть человек, который стал в прошлой игре Ужгерских лесорубов просто поставил свой личный рекорд и, возможно, рекорд Украины по тому, сколько он Ярдов принес своей команде ловлей. Волосянский Владислав. Еще один пас. Тачдаун. И это тачдаун, да. Ну, вот то, о чем я говорил. Волосянский Владислав, 84-й номер. Только я сказал о нем, и он сразу же принял мяч в зачетной зоне. Это тачдаун. И уже 6-0. Судьи объявляют, что да, был тачдаун. 6-0. Резво начинают уж городские лесорубы. Достаточно уверенная, спокойная. Я очень надеюсь, что у нас сегодня будет тяжелая борьба для той и другой команды, что это не будет легкая прогулка. И мы до последних секунд будем прикованы к экрану для того, чтобы понять, кто же станет чемпионом. Нормальное начало 6-0. Сейчас мы узнаем, двухочковую или одноочковую реализацию будут играть уж городские лесорубы. Для того, чтобы получить одну очку, необходимо забить мяч в ворота. Я также напомню, что ворота у нас считаются между штангами и выше перекладины. Вверх до бесконечности. И что покажут судьи? Да, это реализация. 7-0. 7-0 играем мы первую четверть. Первую четверть чемпионата Украины по американскому футболу. Напомню, что это финальный матч за звание чемпиона Украины 2015 года. 7-0. Начинает свою, скажем так, атаку, которую они должны были начать с защиты. Команда уж городские лесорубы. Сейчас мы увидим повтор тачдауна. Вот такой длинный ровный пас кватербека и отличный прием. Без каких-либо возможностей свободный абсолютно был игрок. Я не говорю, я говорю о достоинствах всегда игроков, которые умудряются так хорошо открываться и подавать себя кватербеку для принятия мяча. Я также хочу сказать, что Власянский Владислав в данный момент, я не знаю, насколько он является сейчас действующим тренером, но знаю о том, что он был приглашенным тренером в один из российских клубов и там этим занимался. А у нас пробитие. После каждого тачдауна или зарабатывания очков происходит пробитие мяча. Достаточно хорошие действия показывают. Очень, очень хорошо прорвался игрок. Ну, шире, шире надо было уходить, но очень, очень молодец. Несколько теклов, которые, несколько касаний, которые должны были остановить этого игрока. Достаточно бойкий возвращающий у нас и у бандитов. И на поле появляется нападение команды бандитов. Я напомню, что его неизменным лидером и кватербеком от самого начала до сегодняшнего дня является Черепиский Максим. Очень уважаю этого молодого человека, особенно, когда несколько лет назад он научился контролировать свои эмоции, стал спокойнее, стал аккуратнее, стал расчетливее в своей игре. Тем самым смог сделать так, чтобы он и команда стали чемпионами Украины. Все просто. Очень короткий пас на 44 номера. И мы видим, что это 10 ярдов. Нет, нет, не 10 ярдов. 9 ярдов определяют судьи. Да, нападение, конечно же, у киевских бандитов имеет хороший потенциал, очень хороший потенциал. Молодые, сильные, смелые и уже опытные игроки, которые должны выигрывать в чемпионатах Украины и должны стремиться выигрывать на чемпионатах Европы. Итак, вторая попытка и один ярд. Очень хороший пас, но, к сожалению, не принятый мяч. 44 номером. Ну, я думаю, это не сильно расстроит опытных игроков. Также хочу сказать для всех наших зрителей, что у нас есть два варианта развития событий. Команда нападения может нести мяч, когда мяч отдается одному из игроков и он пробегает линию розыгрыша с мячом. И второй вариант развития событий – это когда кватербэк бросает мяч и делает таким образом пас и принимается. Мяч пролетает линию розыгрыша путем паса. Очень хорошо посмотрел, очень отлично посмотрел. Кватербэк увидел о том, что центральный ландбекер сместился вправо и очень правильно принял решение для того, чтобы получить первый дам, пройти этот ярд. Но он даже смог пройти 6. И вот уже 32 до линии розыгрыша. Будем смотреть внимательно о том, как, конечно же, разнообразно будут показывать свое нападение киевские бандиты. Также хочу сказать о том, что Максим Черепиский владеет длинным пасом и способен забрасывать мяч в зачетную зону уже вот с этого расстояния. И вот, как обычно, известный нам 88 номер, который в прошлом году был лучшим принимающим выбран в чемпионате Украины. Хороший прием, попытка прохождения и получения дополнительных ярдов. И также уверенно нападение киевских бандитов действует, как и несколько времени назад действовало нападение у жверских лесорубов. Теперь мы видим вторая попытка у бандитов и порядка шести ядов, и необходимо пройти для того, чтобы заработать первый этал отрибунной. Давайте поддержим нападение Красной Бори. Вот очередные перебежки, которые показывают, которые разнообразят игру, пытаются запутать защиту, нападение киевских бандитов. Потеря, потеря ярда. Третий и 8 ярдах необходимо пройти команде бандиты. Да, Ужгород тоже уверенная, уверенная защита, которая играет уже не первый год, играет достаточно разнообразно. И мы знаем о том, что их центральный защитник 52-й номер имеет много титулов. И также титулы зарубежные, европейские. Играет в Венгрии 52-й номер. И очередной обман. Очень-очень хорошо, очень хорошо. Да, мы знаем, что этот петербэк умеет и кидать, и бегать, и передавать мяч. Очень разнообразный игрок. Черепивский Максим. Разноплановый, скажем так. И мне очень нравится, как он быстро принимает решения для того, чтобы зарабатывать ярды и приносить пользу своей команде. Самое важное, я считаю, чтобы он не нервничал, не переживал и был уверен в том, что все получится. Получится у него и у его команды. Как мы видим, показывает широкое нападение. И вот он перехват. Да, сейчас мы посмотрим. Нет, 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 нет. Да, и это... Тачдаун. Не удалось петербэку остановить игрока, который перехватил мяч. Я думаю, сейчас мы увидим повтор этого момента, повтор перехвата. Я прошу не расстраиваться болельщиков киевских бандитов. Это только начало, только первая четверть. И вот перехват. И вот мы смотрим, как... Да, квотербэк в принципе не должен уметь делать теклы. Квотербэку не удалось остановить игрока с мячом, и он добежал до зачетной зоны. Счет 13-0. Еще раз повтор. Хороший пас, но защитник, очень высокий защитник. Все это прочитал, увидел и перехватил. Это опыт, друзья мои. Очередная попытка одноочковой реализации. Я вижу, что была реализация. Сейчас посмотрим, что... Да, судьи подтверждают, реализация была. И это 14-0. 14-0, да. Стоит успокоиться. Ничего в этом страшного нет. Мы прекрасно знаем о том, что это американский футбол. Здесь все может поменяться с точностью наоборот. И команда, которая проигрывала, может легко. Еще раз повтор мы смотрим. Спокойно. Чуть-чуть выше. Ну, очень, очень хорошая игра просто. Защитник, который, обладая высоким ростом, смог принять мяч. И добежать до зачетной зоны. Заработав команде тем самым 6 очков. Довольны, довольны из городских лесоруб. 14-0. Хорошее для них преимущество. Хороший задел для начала. Но я надеюсь, что это только разозлит бандитов. И они смогут собраться и показать хорошую игру, показать борьбу в этом матче. Главное это сделать как можно быстрее. Не расстройство, а наоборот, должно вызвать спортивную злость. Итак, пробитие мяча. Давайте начнем с возврата. Очень хорошее действие. Очень хорошее действие. До 40 ярдов успевает добежать игрок до того, как его выталкивают за территорию поля. Итак, мы сейчас очень ждем, чтобы киевские бандиты занесли сразу же тачдаун. Как можно быстрее, успокоив нас и болельщиков о том, что в этой игре будет жарко, будет борьба. И мы до последней секунды будем надеяться и гадать, кто же станет чемпионом в этом матче. Вот мы видим, что сейчас поставили заднего бегущего к кватербэку. Да, немножко не точно выбрасывает мяч в кватербэк. Отличная, отлично, я повторюсь, рука у Максима Черепивского, седьмого номера, кватербэка и лидера нападения киевских бандитов. Важно, важно, чтобы он успокоил нервы, успокоил свои переживания. Я понимаю, что ответственность, ответственность на него очень большая. И он очень хочет стать трехкратным чемпионом Украины. Да, также я скажу, беговые комбинации у бандитов обычно проходят, потому что очень хорошая линия, очень заслуженный тренер. В данном случае у нас у линейных киевских бандитов. А тренером у нас линейных является отец Максима Черепивского. В прошлом очень известный борец, ну и как в настоящем, также совсем недавно он участвовал в турнире по ветеранам и смог там получить первое место. Сейчас мы видим, скорее всего, было вторжение по видимости, но посмотрим, что скажут судьи. Возможно, это был и фальстарт. Но так как была остановка, скажу так, что остановка игры может происходить при трех моментах. Это когда нападение делает фальстарт, определяется сразу остановкой игры. Когда происходит задержка времени с стороны квотербека, тоже считается остановкой игры. И так же, когда вторжение происходит с касанием игрока нападения. Если защитник пересекает линию розыгрыша и касается игрока нападения. Ярд остается до прохождения, которое необходимо, чтобы получить первый даун. Посмотрим, какую комбинацию разыграют киевские бандиты. Квотербэк меняет комбинацию. И неприем. Очень уверенные они были в прохождении этого ярда. Я вижу, что они не меняют на команду пробития. Это, скорее всего, будет четвертый даун. Хотя они находятся на 40 ярдах. Да, я думаю, что они будут разыгрывать, так как Пантер находится у нас на бровке. А квотербэк находится на поле. Ну, вы сами понимаете положение вещей. 14-0 проигрывают бандиты. Им необходимо обязательно для придачи уверенности вообще в своей игре сейчас действительно получать... Вот мы видим опять. Коснулся, коснулся ресивер мяча. Правило, конечно, звучит о том, что в любом неприеме виноват квотербэк. Но если ты коснулся мяча... Отлично, отлично, правильно. Очень правильную комбинацию. Очень молодцы. Вот так я люблю, когда играют игроки. Технически, тактически и психологически очень правильно делают попытку так называемой нулевой игры. Это когда нападение ничего не делает, ждет, пока свою ошибку допустит защита. И получает первый даун. Очень правильно играет. Очень часто такое применяется в колледжах, после чего, если не удается команде нападения получить нарушение от защиты, то они берут тайм-аут и пробивают панд. Но судьи показывают фальстар. Да, 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 вот такое тоже бывает в игре, когда нервы на пределе и объявленная комбинация ноль не проходит, потому что нападающий срывается с места и пытается куда-то бежать, не имея при этом никакой комбинации. Бандиты не останавливаются на этом, все равно выстраиваются для того, чтобы заносить 7 ярдов и получать первый даун. Очень, очень, очень понятное мне их действие, потому что 14-0 это тот момент, при котором надо… Да, 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 ну очень видно хорошо как раз мне с тренерского, с комментаторского места, что это все-таки должен быть первый даун. Но судьи есть судьи, судьи всегда принимают решения, судьи всегда правы. Возможно, даже сейчас будет замер, который проводят с помощью цепи. Что показывают? Да, первый даун показывает судья. Отлично, отлично. Да, я хочу сказать, что я абсолютно не трален к обоим командам, но я хочу борьбы, хочу интересного финала чемпионата Украины. И он уже начался интересно. 14-0 преимущество ужгородских лесорубов. Итак, первый даун. Ой-ой-ой-ой, какой великолепный… Отличный, отличный пас, но как-то растерялся. Видите, вот есть один такой момент, когда игрок, принимающий мяч, не уверен в квотербеке и выбрасывает… Квотербек далеко выбрасывает мяч, а ресивер не готов к такому длинному полету мяча. Да, это мог быть тачдаун, но сейчас вот мы видим болельщиков красивых, радостных, довольных. Я скажу, понятно, что сейчас у нас не лето и не жара, но погода терпимая, терпимая для того, чтобы сидеть на неотапливаемых трибунах в тени. Ну, три ярда. Три ярда стандартно должен зарабатывать бег для того, чтобы можно было его играть все время. В среднем три ярда должен зарабатывать бег. Но мы видим, что сейчас это именно тот показатель трех ярдов, который необходим. Хотя, конечно, хотелось бы лучше четыре, а может быть, все поле для того, чтобы получить тачдаун. И это третий семь, да, третий семь, только чтобы был четвертый семь, они смогли его пройти. Сейчас третий семь. И это широкий бег в сторону, но… Да, в этом плане, в этом плане, конечно, мы видим, что у нас ужгородские лесорубы уверены в себе. Защитники, которые есть, ни на тени сомнения не переживают о том, что не смогут останавливать бега бандитов. Ну да, понятно, что если они с сорока ярдов от зачетной зоны играли розырыш, не пробивали пант, то с тридцати пяти, с тридцати трех ярдов, они тоже не будут играть пант и, соответственно, будут пытаться пройтись четвертой попытки. Трибуны, конечно же, поддержат Киевлян. Я напомню, что матч происходит в Киеве, поэтому… Да, 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 первый даун. Может быть, сразу надо начинать в команде «Киевские бандиты» играть с четвертых дауна, потому что очень отлично второй раз они получают при четвертой попытке первый даун. Молодцы, молодцы, ребята. Борьба, она всегда прекрасна. Повтор смотрим очень важного дауна. Смотрит квотербэк, выбрасывает мяч и очень точно, и отличный прием. Я могу сказать, что это стандартно, но это не совсем стандартно играть постоянно четвертый даун. Я надеюсь, что сейчас спокойно и уверенно занесут тачдаун. Остается всего лишь 18 ярдов, каких-то 18 ярдов для того, чтобы получить шесть очков. И это второй даун и шесть ярдов для команды «Киевские бандиты». Напомню также, что замены не ограничены, но при этом мы видим, что рвение команды очень сильное, и они даже не меняются. Те, кто вышел в нападение на поле, те продолжают играть в том же составе, уже которую комбинацию. А теперь у нас квотербэк бег. Мы видим, что три ярда приносят. Вот такой разнообразный и универсальный игрок Максим Черепивский. 15 ярдов до зачетной зоны. Я уверен, что это небольшое расстояние. Мы сейчас увидим шесть очков в исполнении команды «Киевские бандиты». Ну, мы слышим по группе поддержки трибун, по шуму поддержки трибун о том, что и у ужгородских лесорубов есть здесь свои болельщики. Что? Что? Да, да, неправильно, неправильно принял решение квотербэк, находясь уже практически в захвате, выбросить мяч. Пас оказался неточным. Но ничего, ничего, это только-только первая четверть. Напомню о том, что смотрим повтор. Да, вот текл, но очень хорошо на ногах стоит квотербэк киевских бандитов. Максим Черепивский, крепкий парень. Сейчас очень важно тренерам успокоить, успокоить нервы. Я думаю, что нельзя не переживать в такой ситуации. Каким бы ты ни был сильным, смелым, крепким, а нервы, они есть нервы. И желание стать чемпионом Украины, есть желание стать чемпионом Украины. Такие шансы даются не каждый день. Да, понятно, что лесорубы будут пробовать играть бег для того, чтобы приманить к себе вторую линию защиты киевских бандитов. Но я уверен, что киевские бандиты все прекрасно понимают. И тренерский состав уже настроил команду защиты о том, что внимательнее, внимательнее надо смотреть с пасами. Потому что пасы, которые будут делать ужгородские лесорубы, действительно будут приносить вот тот профит, который необходим. А бега, они для возможности. Потому что линия защиты у киевских бандитов очень серьезная. И вот теперь на пас надо очень внимательно смотреть. И должен быть отличный перехват. Но, к сожалению, Ваути принимает мяч. И нарушение у нас на поле. Первое нарушение, которое игровое, скорее всего. Потому что до этого мы видели только нарушение вторжения и нарушение в Вальстарт. Сейчас мы узнаем, что скажут судьи. Судьи подзывают капитана. Возможно, это будет сейчас отказ от нарушения. Или наоборот, принятие нарушения. Вторжение показывает главный судья. Да, к сожалению, не слышу, какой это был номер, кто совершил это вторжение. И пять ярдов киевских бандитов страхуют. И становится чуть-чуть проще. Второй семь. Напомню, что при вторжении не идет изменение порядкового номера ярдов. Очень-очень хорошо открыт игрок. И тут есть у нас, да, 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 да. Судья абсолютно верно выбросил флаг. И сейчас покажет главному арбитру, что было за нарушение. И будет принимать решение. Он указывает, что так делать нельзя. Для этого есть очень четкие правила блокировки. Да, даже так. Холдинг показывает главный судья. И это 10 ярдов штрафа для узгородских лесорубов. Мне не совсем, конечно, понятно. Толчок в спину. Ну, комментатор на стадионе сказал, что это был толчок в спину. А вот все равно флаг еще раз выбросил арбитр и подходит к судье, объясняя о том, что было за нарушение. То есть, возможно, что именно с места нарушения надо... Да, да, да. Ну, вот в этом случае, да. Если нарушение происходило ресивером, который пытался принять мяч и заблокировал нелегально, то тогда с места нарушения и это должен быть третий даун. Если бы это был холдинг, холдинг обычно у нас происходит в линии, то тогда с момента розыгрыша был бы штраф 10 ярдов, и тогда была попытка... А тут должна быть третья, конечно, попытка, да. Вот иногда я, как бывший судья, не всегда понимаю решение арбитров. Вот что-то, что-то он крутит, но, видимо, очень интересно крутит. Да, да, очень интересно накрутил седьмой номер, достаточно быстрый игрок. Это легионер, напомню, у нас, который показывает очень интересную игру. Сейчас мы увидим повтор, да, заметьте, он принимает мяч, показывает движение в правую сторону, прием на месте, движение, которое останавливает всю защиту, все начинают двигаться влево, он останавливается, понимает, что там все закрыто и уходит обратно. Да, понятно, понятно, обладает хорошей скоростью, обладает хорошей координацией, мощной, быстрой, то, какими должны быть игроки американского футбола. О, это, скажем так, редкость, вместо того, чтобы сказать, что это практика, 84-й номер, который не ловит мяч. Это достаточно серьезная редкость, которую мы видим, и это тот шанс, которым надо пользоваться, когда игрок не ловит мяч. И сейчас очень важно в защите не дать, не дать возможности получить первую попытку. Судья показывает, что конец первой четверти, и у нас команды меняются сторонами. Достаточно удобно, когда у вас мяч находится на середине поля, и это команды меняются сторонами, и очень удобно, очень правильно выбрал судья время для окончания первой четверти. Ну, конечно же, я шучу, это просто произошло совпадение времени и нахождение мяча. И это второй даун для команды ужгородских лесорубов. Мы видим, что они выстраиваются постоянно с одним заднебегущим и четырьмя принимающими. Да, да, и вот, вот что показывают легионеры достаточно быстро и четко. Хороший точный пас, хороший прием и тачдаун. Трой Райс, седьмой номер команды ужгородские лесорубы. По имени и фамилии понятно, что это. Смотрим повтор. Хороший прорыв, но кватербэк ужгородских лесорубов, скажем так, достаточно, достаточно опытный в этом виде спорта игрок. И счет уже 20-0. Вот наш, у него крупным планом показывают нашего автора последнего тачдауна, седьмого номера Трой Райс. А у нас очередное пробитие, и судьи показывают, что нет, не было. Фил Яла, и счет остается 20-0. За перекладиной между штангой и главной рэфери, и счет матча остается 0-20 в пользу ужгородских лесорубов. Команды расходятся для того, чтобы повторно сделать пробитие. Тот же кикер, который забивает фил головы или не забивает фил головы, пробивает сейчас начальный удар. А я напомню, что у нас начало второй четверти, счет 20-0. Впереди у нас команда ужгородские лесорубы, но это еще не конец. Хочу напомнить, что несколько лет назад команда «Киевские бандиты» проигрывала. Правда, не на этом поле, а немножко в другом месте. Рядом здесь же в Киеве проигрывала со счетом 20-0 и смогла одержать победу 26-20. Поэтому, ребята, вспоминайте, как это было, и начинайте зарабатывать. Отличный, отличный ход. Но 31 ярд. 31 ярд приносит игрок. Напомню, это... Немножко изменили они игроков. Я смотрю, вместо 31 номера заднего бегущего вышел 9-й номер заднего бегущего. Возможно, сейчас будет применять больше бегов. Хотя в положении «Киевских бандитов» необходимо больше играть пас. Команде нужно как можно быстрее выровнять ситуацию. Мы смотрим, что бегущий уходит влево. Это будет быстрый пас на 88-й номер. Хороший блок. Очень-очень-очень далеко. И это где-то 20 ярдов сейчас приносит 88-й номер. Вы заметили, да, что тренера поработали быстренько над щиткой защиты ужгородских лесорубов. И смогли найти первое слабое место. Я думаю, что за всю вторую четверть нападение раскачает защиту ужгорода. И мы увидим более уверенную игру в нападении. Также хочу сказать, что ужгородских лесорубов не приехало в полном, большом составе команды, как должны быть, по 50 человек. Да, да, да. Вы видите, бега уже начали приносить куда более интересное количество ярдов. Это уже 8 ярдов с каждого бега. Видите, вот в чем важность тренеров, в чем важность понимания, как играет защита и как играть против нее нападению. И остается 2 ярда. 2 ярда до первого дауна. Длинный-длинный пас. И, скорее всего, да, это будет интерференция, потому что, как бы не пытался сейчас сказать игрок ужгородских лесорубов, потому что он просто там находился, но он помешал игроку, идущему к мячу, потому что игрок, который был в защите, не смотрел на мяч. Правила говорят о том, что игроки должны бороться за мяч, а не бороться друг против друга. И как мы видим… Это крещение Александра Новинова. Александр Новинова говорит, что первый даун, но не с места нарушения. Конечно же, мы в Украине играем по правилам колледжа. Правила колледжа утверждают, что максимальное количество ярдов, которые можно получить с нарушением, это 15 ярдов, и это с момента, с места розыгрыша. Но это уже 12 ярдов до зачетной зоны. Посмотрим, как уверенно. Максим Черепильский пробует. Несколько дюймов приносит он своей команде. Важных несколько дюймов. Это второй даун, и я напомню, 12 ярдов, счет 20-0, пока проигрывают бандиты. И сейчас у них есть возможность заработать эти необходимые 6 очков. Очередная попытка перебежки. Да, да, да. Старания, старания игрока понятны. Стремление к зачетной зоне тоже, но что-то не получается. Надо сейчас очень помочь. Он слушает команды тренера с бровки, что необходимо делать. Я так понимаю, что тренером на бровке, который подсказывает Максиму Черепискому, является Георгий Вербентом. Если, конечно, мне не изменяет зрение. Да, скорее всего, это он. Я надеюсь, я в перерыве с мужем пообщаться по этому вопросу. И дать вам кон... Ну, и это не прием. Очень хорошая, хорошая розыгрыш комбинации, но... Не прием. Да, я думаю, они будут разыгрывать четвертую комбинацию. Что-то показывают. Вы видите, он в черной куртке у вас, в самом низу экрана. Очередную какую-то комбинацию показывает Георгий. Игрока возвращают на поле, убирают с поля тайм-аут. Тайм-аут берет тренер. Судья показывает тайм-аут с бандитом. И у нас тоже, я думаю, будет тайм-аут. Только мне очень интересно, почему сегодня у нас нет группы поддержки. Да, обычно у нас даже всегда есть группа поддержки на трибунах, которая танцует, показывает какие-то шоу-выступления. А на прошлой игре у нас вообще было две команды группы поддержки, которые на перебой, без остановки, три часа танцевали и развлекали зрителей. Но сегодня, к сожалению, таких команд у нас нет. Да, закончился тайм-аут. Мы видим, что и главный тренер, и тренер нападения вышли на поле, посовещались. Я надеюсь, что сейчас спокойно мы увидим счет 26. Да, вот она такая задумка. Красиво ушел от захвата, но это как минимум первый даун. Первый даун уже есть. Сейчас мы посмотрим, был ли тачдаун или там дюймы остались. Такую комбинацию со смещением линии Перуи я увидел в 2002 году на игре броншайские львы против донецких скифов. А в прошлом году команда киевских бандитов периодически применяла такое построение для реализации. Ну вот мы видим повтор, и мы видим, что игрок действительно не дошел до линии тачдауна. Судьи очень внимательны. Ну, сейчас посмотрим. Видимо, что-то, что-то произошло, и судьи собрались в центре поля. Проходит какое-то обсуждение. Очень бы не хотелось, чтобы они сейчас отменили такую красивую комбинацию, которая получилась, которая в итоге принесла первый даун киевским бандитам. Что-то показывают, что-то объясняют друг другу. Я думаю, что это совещание. Слева у нас поле, есть сцена. И нам объявляют, что это приехала какая-то группа поддержать. Мы, возможно, сейчас увидим или услышим выступление группы «Не говори маме». Даже само название говорит о том, что они делают что-то не так, потому что важно не говорить маме. Ну, что-то, судя по совещанию, посовещались, и в итоге мы возвращаемся к тому, что у нас первый даун и один ярд. Попытка бега. И да, да, четкий тачдаун. Ну, наконец-то, наконец-то они открыли этот счет, и счет становится 26. 26 – достаточно сложный счет, в принципе, для стадиона «Спартак» и американского футбола, которые здесь уже очень много раз заканчивались матчи. Я надеюсь, что этот матч с таким счетом не закончится. И мы как минимум сейчас увидим, что счет станет 27 или 28. И тогда, соответственно, мы пройдем эту полосу, скажем так, проклятия стадиона «Спартак». Да, у нас начала играть музыка, заводная девушка начала петь, а мы смотрим повтор. Повтор, как бегущий с мячом заносит тачдаун. Да, отличная, отличная игра линии. Все великолепно сделали. И у нас одноочковая реализация, которую пытаются выполнить киевские бандиты. И неудачная, неудачная реализация. Ну, там особо не важно ловить мяч, понятно. Это ничего все равно не даст. И мы начнем с пробития. Мы видим, что судьи выбросили желтый флаг, и у нас есть какое-то нарушение. Сейчас мы узнаем, что это было за нарушение. Напомню, что если это нарушение было со стороны защиты, то будет возможность перепробить мяч. Если это было нарушение со стороны нападения, то нападение будет отодвинуто. С той точки, ну, опять же, только разве что фальстарт мог помешать сейчас. Сейчас судья объявит. Мы внимательно смотрим на судью. Судья, наверное, требует прекратить музыку. Вторжение, вторжение со стороны защиты показывает судья. Да, соответственно, мы приближаемся ближе, чем два ярда от зачетной зоны. Становимся на ярде начальной розыроши. И судья будет пробивать. О, судья будет пробивать, извините. Судья все равно смотрит в сторону выступающей. Игрок, конечно же, будет пробивать. Перепробитие, очевидно, приносит... Да, и это 27. Да, мы прошли ту черту самого стадиона «Спартак», которая часто заканчивается здесь в матче средом 26. И я надеюсь, что борьба и желание бороться сейчас у команды «Киевские бандиты» вырастет в разы. И мы увидим хороший результат. Повтор, реализация. И реализация удачная. 27. Просьба убрать машину «Хюдай», гос номер АА 9594 МК. Владельца машины «Хюдай», АА 9594 МК. Итак, у нас пробитие. Свободная ловля. Как таковая свободная ловля, в принципе, в случае начального удара не работает. Но когда игрок становится на колено, это говорит о том, что он не будет бежать вперед с мячом. А как мы помним, три точки в американском футболе игрока с мячом на земле останавливают игру. Итак, у нас первый даун с 25 ярдов. И я надеюсь, сейчас защита «Киевских бандитов» максимально покажет свое умение жестко и четко останавливать мяч. Покажет свое умение контролировать игру, контролировать нервы и эмоции. Спокойно, уверенно смогут остановить нападение «Ужгородских лесорубов». Попытка бега, 45-й номер, неудачно. Внимательнее, внимательнее надо смотреть, конечно же, защитник бандитов за пасами, который может выдавать Василий Йордан. Кстати, Василий Йордан – это известный на Украине квотербэк, который в свое время стал чемпионом Украины, после чего несколько лет отыграл в Венгрии. И сейчас, по-моему, продолжает играть там. Показывает очень хороший результат. Перебежка со стороны «Ужгорода». Но все равно бег в ту же сторону. И опять не проходит. Мы видим, что еще два ярда приносит. Защита бандитов. Бег держит очень хорошо. Мы видим о том, что дальше двух ярдов ни один бег еще пока не прошел. А вот пасы, конечно же, проходят очень и очень хорошо. Сейчас очень важно смотреть беговые комбинации. Вот нам очень крупным планом показывает легионера, который принес тачдаун, который показал широкий бег. Ну, да, да, судья показывает прием. Судья показывает прием, и это первый даун. Первый даун для Ужгородских лесорубов. Да, мы видим, что квадербэк нацелен сегодня на трое райса. В прошлой игре он показывал уже красивые приемы, красивые бега и показывал результативность. Спокойно, спокойно действует нападение Ужгородских лесорубов. Ну, понятно, что бандитов поддержка выше на трибун. Вот очень резко. Да, сейчас даже непонятно, было очень похоже, что планировали как в эскрин сыграть линию нападения Ужгорода. Поэтому аж четыре защитника остановили бегущего с мячом, тем самым потеряли порядка трех-четырех ярдов Ужгородские лесорубы. Это второй даун для них и 14, которые надо пройти. Что, можно сказать, что собрались? Собралась защита киевских бандитов? Сразу хочу сказать всем слушателям, которые сейчас меня слышат, я не болею ни за одну из команд. И поверьте, если я как-то комментирую сторону одной команды против другой, то это потому, что я хочу, чтобы счет на табло был равным и была очень серьезная борьба. Да, попытка скрина. Сейчас мы видели о том, что линейные разбежались. Линейные разбежались в стороны, за ними открылись принимающие, которые должны были ловить мяч. Но Василий Йордан прочитал, защита прочитала эту комбинацию и также эту комбинацию прочитал Василий Йордан, который сориентировался и не стал бросать влево на своего заднего бегущего. Ушел вправо и нашел таки открытого игрока, который принес порядка десяти ярдов. Остается третий четыре. Третий четыре для лесоруба, чтобы получить первый даун, а также пройти средину поля. В белых сетках и не слышу болельщиков лесоруба. Да, 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 да. Видите, очень-очень хорошо сейчас отыграли. Надеюсь, что сейчас решение будет однозначным. Это будет Пант и нападение киевских бандитов начнет играть в сторону зачетной зоны противника. Но мы не видим, чтобы Пантер вышел на поле. Очевидно, что лесорубы попробуют. Да, это новая какая-то стратегия, я бы так сказал, да, или новое видение игры, что четвертый даун, надо играть. Нет, я понимал, когда это делали бандиты, проигрывая 14-0, но зачем это делают лесорубы, мне, конечно, непонятно. Они настолько уверены в своем нападении. Отлично, великолепно, великолепно просто то, что надо сыграл игрок. Кстати, я хочу сказать, что в этом случае перехват и падение было бы менее эффективно, если бы игрок поймал мяч и упал. То он бы на несколько ярдов меньше заработал. Но он просто сбил очень четко, очень красиво. Просто хвалят его сейчас и тренера, и игроки. Очень, очень отлично он сыграл. Молодец. И вот нападение выходит на поле у бандитов. И с 42 ярдов, даже с 41 ярда до зачетной зоны они начинают свое действие. Я надеюсь, что тачдаун принес, мы заметили, что тачдаун принес вдохновение защите. Я надеюсь, что и нападение это вдохновит, и мы увидим быстрый и хороший тачдаун. Короткий пас. И очень быстрый, конечно же, центральный на лайнбекер команды Ужиродские лесорубы. Без каких-либо блокировок, без каких-либо контактов с другими игроками сбивает игрока с мячом. Ведущий пытается оживить трибуны, пытается их разогреть. Все-таки как-никак у нас не лето. Скажу, осенняя погода. Я точно не знаю температуру, но думаю, что градусов 12-13 у нас сейчас за бортом. И это не самая теплая погода для того, чтобы хорошо и легко себя чувствовать. Парка здесь совсем не ломит в данном случае. Ну и такое бывает. Да, это фамбл. Фамбл, который допускает заднебегучий киевских бандитов Артем Рябошапка. Это игра, и такое в игре бывает. И по этому поводу совсем не надо расстраиваться. Да, удачная была попытка четвертой реализации. И такая неудачная попытка бега в исполнении киевских бандитов. Нет, 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 нет. Куда-то как-то, видите, есть, есть нюансы все-таки в этой паре. Кватербэк принимающий. Легионер, видимо, недопонял кватербэка, потому что мяч абсолютно не в том направлении вылетел. Относительно на движение принимающего. И второй даун, второй 10 ярдов. Да, возможно, это и нервы, которые играют сейчас у нас в жилах кватербэка команды «Мужгородские лесорубы». Он также хочет этой победы, также хочет звания чемпиона Украины, как и все остальные здесь на поле игроки. И, возможно, нервишки шалят. Попытка бега самим кватербэком. И два ярда он приносит команде своей. Также скажем о том, что хорошая быстрая линия нападения у «Мужгородских лесорубов». Но защита киевских бандитов показывает, что они все контролируют, все видят и не дадут расслабиться. Я не вижу флагов, но есть некоторое совещание судей. Что-то, что-то, что-то рассказывает линейный судья главному арбитру. Но никаких действий не применяют. Значит, у нас сейчас будет третий даун. Или вторая попытка. Нет, вторая попытка, извините. Нет, это вторая, третья. Непонятно, меняются туда-сюда цифры. Я так понимаю, 44 номера у нас Юрий Нагорняк принял только что мяч. Так вот, какая сейчас будет попытка? Да, все-таки это четвертый. Правильно, первый был пас, второй бег кватербэка. Это сейчас была третья попытка. Абсолютно верно, да. Судьи контролируют игру. Это четвертый даун. Я так понимаю, они будут все-таки играть. Предыдущий четвертый даун их ничему не научил. И тайм-аут. Тайм-аут берут ужгородские лесорубы. И мы немножко отдохнем. Мы пока вы поддерживали команд. Ускородские лесорубы взяли тайм-аут. Там занялся воздух, хотя команд. Большую хазу на поле собирают узгородские лесорубы. Очень сложно, как вы вышла на газон. Я напомню, это так, что не соответственно правило. Совещаются лучшие лесорубы, практически все эко-пасы. Надо придумать, как мы будем в первую интересную комбинацию, чтобы обыграть защиту и симпатичных импозитов. А тем временем, еще раз напомню, поддержать всех борельщиков, игроков на поле. Да, мы видим, что в нашем случае нет помощников, которые выносят воду игрокам на поле, поэтому сами игроки... Да, и у нас опять песня. Песня группы «Накажить маме», лишь бы мама не знала. Ну, как-то про маму, которая не должна знать. И это бег. И отлично, устоял, устоял на ногах, несмотря на то, что его попытались схватить задние бегущие. И таки смог принести первый даун для своей команды. Выкрутился таки Паша. Очень важный. Четвертый даун сейчас был разыгран для Ужгорода. Вот такие победы в таких четвертых даунах приводят к тому, что повышается мораль у своей команды и понижается мораль у команды противника. Да, очередной уровень мастерства показывает седьмой номер в окружении двух защитников. И первым игроком, который коснулся мяча, был сороковой номер. Он смог таки принять мяч. Да, да, контроль, контроль и постоянное внимание и нахождение в игре. Сделало так, что седьмой номер, Трой Райс, смог таки принять мяч. Хотя мы видели о том, что это была не самая-самая лучшая попытка паса в исполнении Василия Йорна. Не самая точная. Судья определяет место, где самой ближней точкой к тачдауну находился Трой Райс для того, чтобы поставить туда мяч. И все, что потом назад вернули защитники команды, это не считается. Бег в сторону в исполнении самого квотербэка, и это тачдаун. О-о-о, так нельзя делать в тачдауне. Конечно, конечно. Все абсолютно верно, судья выбрасывает мяч, когда игрок пересек линию тачдауна. Не стоит его так жестко атаковать, потому что это уже тачдаун и остановка игры. Ну, я думаю, судья признают тачдаун и просто выдадут нарушение. Опять же, если там не было каких-то холдингов. Смотрим, что говорят судьи. Смотрим на главного арбитра. Да, да, судьи уходят для персональный фол. 15 ярдов штрафа с момента пробития и тачдаун. То есть, да, есть такой выбор о том, что если нарушение произошло уже после окончания розыгрыша, то это нарушение может перейти на следующую комбинацию в случае, если это произошло с тачдауном. То есть, команда Ужгородской Лесару будет пробивать не с 35, а, соответственно, с 50 ярдов будет пробивать пробитие начального удара. Хорошая игра холдера. Показывает, что удачная реализация. Да, неудачно был выброшен мяч центром, но холдер смог скоординироваться и быстро поставить мяч для удобства пробития кикеров. Да, и за счетом 27-7 у нас сейчас продолжается вторая четверть чемпионата Украины по американскому футболу. Повтор тачдауна. Да, вот это действие, вот это действие запрещено. 37-й номер нарушил правила. Не было необходимости. Это считается нарушением персональным. Я напомню, что за два персональных фола игрок будет удален. Если, конечно, судьи помнят об этом. Ну вот то, о чем я говорил. На 50 ярдов выставляет судьи мяч. Вот мы видим болельщиков лесорубов, которые машут руками. И сразу же болельщиков, которые говорят о том, что нельзя быть за лесорубов. Поэтому... Вот с 50 ярдов начнет команда Ужгородской лесорубы свое пробитие. Я думаю, надо глубже уходить принимающим, которые будут пытаться вернуть мяч. Почти, почти перекладину перелетел мяч. Но это тачбэк из 20 ярдов начнет команда киевские бандиты. Начнет победную серию. Я очень на это надеюсь. Победную в плане в этом драйве они заработают тачдаун. Команда нападения бандитов. Три года, давайте, поддержка нападения бандитов в красной форме. А так же, давайте, поддержка защиту. Ужгородский грицорубов хорошо сегодня играет защита. Главные рэпери показывают, что начинается действие правил. Предупредил о двухминутном окончании матча. Окончании половины, простите. Я тоже что-то начал нервничать. Хотел я, конечно, более-более красивой борьбы, более упорной борьбы. Я надеюсь, что все-таки мы это увидим. Увидим к концу четвертой четверти. Хороший пас. И... Нет, 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 нет. Ну, нельзя надеяться на то, что никто тебе не будет мешать. Надо ловить этот мяч. Хотя там можно было и перехватывать сорок четвертую номеру. Конечно, просто сбил мяч. С его ростом, техникой и опытом. Такие мячи надо ловить. Да, я смотрю, из комментаторской кабины у нас достаточно плотно, плотно сидят зрители. Их достаточно много. Последний чемпионат, который проходил в Киеве, это игры, которые организовывали на стадионе «Спартак». И мы видим, что популяризировал, популяризировали открытости. Сам квотербэк идет с мячом. Да, там очевидно был, должен быть вкладывание. О, легкая потасовка происходит. Нет, успокоились. Немножко потолкались и успокоились. Неудачный снэп, поэтому вместо бегущего бежал с мячом квотербэк. Седьмой номер, Черепиский Максим. Третья попытка и пять ярдов. И очередное совещание судьи. А, судьи еще смотрят на время. Я также напомню, что во время двухминутного нападения у нас есть три правила остановки времени. Это тайм-аут, это выход игрока с мячом в аут, и это непринятый пас. В данном случае, так как я увидел выход игрока, выход координатора нападения бандитов, видимо, там был взят тайм-аут, который я пропустил. Третьи пять, и вы видите, двухминутное, две минуты до конца половины. Да, 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 отлично, отлично. Флаги выброшены, но мы же видели, как в предыдущий раз не получалось сыграть, потому что фальстарт уже совершил кто-то из игроков нападения. Посмотрим, что сейчас у нас. Вторжение, вторжение показывает Александр, значит, соответственно, у нас будет первый даун. Почаще, почаще надо делать такое, дабы очень внимательна была защита, была поспокойнее, не так быстро нападала. Почаще это надо делать во всем чемпионате Украины. Команды, к сожалению, не так часто это применяют, потому что оно не всегда срабатывает, как мы заметили. Есть у нас линейные, которые не способны. Да, не так просто повалить 31 номера киевских бандитов. Хорошо он держится на ногах. И что, тайм-аут, не тайм-аут. Последний тайм-аут берут все-таки киевские бандиты, да. Есть. Очень странно, мне непонятно, конечно, зачем в такой ситуации играть бег, рассчитывая на то, что защита… Да, вот мы видим, очень-очень хорошо, уже два человека, три человека. Очень долго игрок с мячом, 31 номер киевских бандитов, остается на ногах. Это говорит о том, что игроки подготовленные. Мы видим, что не менее подготовлена защита, но нападение показывает свою уверенность. Сейчас будет длинный пас. Что, что, что? Что судья покажет? Непонятно, непонятно. Да, видимо, неприем. Судья как-то непонятное действие показал для меня. И это второй даун. Нет, это уже третий даун, простите, третий даун. Пять принимающих на линии розыгрыша. Да, да, это перехват, это перехват, и мяч переходит к нападению ужинских лесорубов. Да, 27-7, 27-7, конец второй четверти. Но есть флаги, сейчас посмотрим. А, да, понятно, это холдинг показывает, вызвали капитанов Ужгорода принимать, не принимать. Я думаю, что они, конечно же, откажутся и будут владеть мячом, и это будет первый даун. В случае, если бы это был холдинг и не было перехвата, я думаю, что это, конечно, было бы принято игроками ужинских лесорубов, и это был бы третий, там, двадцать, третий, восемнадцать. Хотя могли и не принимать, и это был бы четвертый, восемнадцать. Тут очень странный выбор, да, показывает судья о том, что они отказались от нарушения, выбрали перехват и первый даун. Только мне очень непонятно, как бы никто не зафиксировал, где был прием. Я не вижу ни одного судья, который стоит на линии, где был перехват. Мы видим желтый флаг в углу наших экранов, который лежит. Возможно, там таким образом судья зафиксировал падение. Да, 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 и судья становится именно на то место, где он зафиксировал падение игрока с мячом, который перехватил мяч. Сейчас увидим, увидим. Очередного легионера объявил по микрофону. И неприем. Хорошо, хорошо сегодня играет двадцатый номер, защитник киевских бандитов. А так как прием не был защитным, значит, время остановлено. Второе десять и порядка минуты остается до конца. Ну и в этом случае перехват делает бандиты. О, десять, одиннадцать. Ну вот так не надо бросать мяч, за это судьи могут дать нарушение. В этом нет ценности. Спокойней, спокойней, без нервов. Ну что, меньше минуты, но уже десять ярдов до зачетной зоны. А всем известный Сахневич Александр, девяносто второй номер. Игрок, который планирует в следующем году, я так понимаю, играть за границей. Вот мы смотрим, как это произошло. И отлично, отлично контролирует происходящий процесс, ловит мяч, ускоряется. Но в данном случае линейный, который пропустил, линейный, с которым боролся, он смог ускориться и догнать, и сбить его. Попытка широкого бега и... Да, не так просто обманывать опытных и знающих игроков ужгородских лесорубов любыми обманными действиями. Ну опять флаг и свисток. Ну да, это фальстарт. Фальстарт, так как игра остановлена. Я напомню, что тайм-аутов у бандитов нет. И меньше, наверное, уже 30 секунд осталось до конца второй четверти. Очень важный сейчас тачдаун. Он может стать решающим в данном случае. Если бандиты занесут тачдаун, они уйдут на перерыв, как можно сказать, с приподнятым настроением, потому что они все-таки стараются выиграть эту игру. Но если они не занесут, я думаю, что это, наоборот, должно их еще больше подбодрить. Короче, да, вы понимаете, что одним словом я все время за бандитов. Отмена, отмена нарушений. Извините, не знаю, что было за нарушения, которые можно отменить путем остановки игры, потом это отменить и сделать повтор дауна. И не прием, не прием. Короткие попытки, короткие пасы не принимаются, да. Печально. Ну ничего, есть еще две попытки. Я думаю, что на эти две попытки хватит времени. Сейчас будет третий даун и потом будет последний четвертый даун. Напомню, что все четвертые попытки, которые разыгрывали киевские бандиты, они оказывались удачными. Трибуны орут, поддерживают нападение бандитов. Да, и мы слышим, что есть поддержка для ужарских лесорубов на трибунах. Нет, нет, неудачный пас, неудачный, скажем так, неточный, неточный пас. И четвертый, последний даун. А у нас, я скажу, что у нас четвертый гол, то есть у нас нет возможности получить первого дауна, кроме как какого-то нарушения со стороны защиты, для того, чтобы автоматически его первые дауны были еще попытки. И сейчас у нас четвертая попытка, и это семь ярдов до тачдауна. И опять вот эта комбинация, которая что-то крутит, что-то мутит. Должен быть скрин быстрый. Ну, да бросить, да бросить надо. Ммм, не добрасывает. Да, очень расстроен. Мы видим на поле квотербэк команды киевские бандиты. Расстроен тем, что у него была хорошая позиция, хорошая возможность за четыре попытки пройти 10 ярдов и занести тачдаун. У нас перерыв, мы уходим на перерыв.